Порядка 30 экстремистов, специально обученных организаторам энергетической и продовольственной блокад Крыма Ленуром Ислямовым на юге Украины, по задумке руководителя группировки радикалов, должны приехать на полуостров в день депортации. Их основная задача – любыми путями расшатать обстановку 18 мая, например, провоцировать стычки крымских татар, а также распускать слухи о якобы массовых обысках представителей этого народа сотрудниками полиции. Но план обречен провалиться, уверяет вице-премьер Крыма Руслан Бальбек. Правоохранители уже занялись выяснением личности преступников. Из-за перекопа, пройдя инструктаж у одного из террористов, Ленура Ислямова, приехали в Крым с целью дестабилизировать ситуацию в момент проведения траурных мероприятий. В основном это северные районы и города, около 30 человек, которые рассредоточены по 2-3 человека. Напомним, в прошлом году также накануне дня депортации в Крыму был задержан боец батальона «Азов», который впоследствии признался в том, что приехал в республику с целью провокации, в числе которых поджоги в Симферополе. Отметим, раньше экстремист Ислямов неоднократно призывал крымских татар к радикальным действиям, а на юге Украины, где и базируется его формирование, собирал войско для якобы нападения на полуостров. Убежден, что год-два, как только грантодатели и все эти западные фонды поймут, что данные беглые радикалы не способны создать здесь провокацию, не способны дестабилизировать эту обстановку в Крыму по национальному и религиозному признаку. Наконец-то, я думаю, все эти мероприятия, как только прекратится финансирование, они уйдут в историю. Крымских татар власти призывают не реагировать на возможные действия экстремистов. В День скорби они должны показать всеобщее единение, тем самым обезоружив группировку Ислямова. В знак солидарности – голубая лента на груди. Главное напоминание о трагедии народа. Это голубое небо, то есть спокойствие, умиротворение, что позволяет думать о будущем, хорошем будущем. Поэтому мы призываем всех крымчан к нам присоединиться, чтобы мы вместе все строили наше счастливое будущее. Почему народ, скажем, шел на подобные мероприятия, участвовал в них, поддерживал их? Потому что требовал восстановления в правах, требовал реабилитации. И именно 18 мая – это был тот день, когда крымско-атарский народ был лишен своей родины, был лишен своего имущества. В День скорби крымские татары запланировали ряд мероприятий. В 9 часов возложат цветы к памятнику, знаку жертвам депортации на привокзальной площади. Затем возложения пройдут у границ Ботанического сада и мемориала возрождения на учебном переулке в Симферополе. В Бахчисарайском районе на станции «Сирень» завтра откроют первую очередь мемориального комплекса, посвященного памяти жертв депортации. А уже вечером в столице на площади Ленина пройдет акция «Зажги огонь в своем сердце». Эдуард Семенов, Владислав Натальин, Служба новостей и ТВ.